Продолжение следует... Наш проект представляет собой сервис для персонального финансового планирования. И вот на этом слайде, в принципе, вся информация про наш проект. У нас три столбца, слева – прошлое, середина – настоящая, справа – будущее. Начинаем с того, что мы анализируем наши прошлые финансовые расходы, строим разные биограммы. Здесь мы видим все наши финансовые счета, шелухи, разные банки и так далее. Здесь какая-то наша финансовая, мы покупали автомобиль, передачу. Здесь с помощью анализических инструментов в оперативную вводится наше текущее состояние, допустим, наше инклюзия, минусы, какие у нас расходы. Там, допустим, какая контакта прошла, списались деньги где-то автоматически, мы в личном кабинете. Здесь у нас изображается наша сводка по текущему состоянию, то есть полностью баланс находится. Это аналогичному кабинету, можно сказать. когда мы находим базу на санятии, где мы находимся. Здесь у нас дерево цели. Какой цель мы хотим стать парашютистом, да? Для этого нам надо сделать парашютистом и пройтись громко, мы ничего не слышим. Здесь у нас дерево цели. Как будто мы хотим стать парашютистом, ну или просто двигаемся с парашютом. Нам, собственно, наносим парашют и нужны курсы. Там есть стоимость определенных курсов, а потом по мере пограждения этого дерева у нас включается прогресс. Здесь я бы хотел продемонстрировать интересные изобретения. Вообще, наша команда там зарастала по 10 человек. Мы проводили разные мозговые штурмы. И вот одно из изобретений, это гидрозный ветровник, где каждый слева смеется на углубление. Он изображает наши разные показатели, допустим, здоровье, финансовое, стабильность и так далее, питание. Это просто один из индикаторов. С этого слайда я хочу рассказать про CRM-драйвную норму. Это предложение, основанное на нашей общей активности. Анализ BigDash проводится. Там просто продажа человеку предлагается. То есть это аналог такого маркета, который выбирает с рынка все предложения, которые могут быть актуальны в данный момент для человека. И здесь уже подключаются банки, они могут предложить бюджет на определенную покупку. Мы выбираем на что купить, переносим в магазину, и сразу же воспользуемся, можно быстрее, для финансового продукта. Ну вот здесь еще раз подробнее дерево целей. Я не буду останавливаться. В следующий момент, здесь у нас сразу присутствуют финансовые целей, которые с друзьями часто с нами общаются, допустим, может... Вообще сервис ориентирован на улучшение финансового благосостояния людей. Монетизироваться может продажа депозистов, то есть для банков, ну, банки, включаются в эти системы и видят, когда, допустим, человеку можно предвозить эти депозиты или кредиты. Исходя из того, что они видят различные финансовые цели этого человека, покупку автомобиля, это допустим, человек купит автомобиль, там, условно говоря, миллион рублей, и он думает, что 500 тысяч он наличными заплатит, а 500 тысяч возьмет в кредит. И когда этот момент подходит, банки могут ему предложить актуальный там кредит с определенной там процентной ставкой. Примерно так. Презентацию до конечного, спасибо вам большое внимание. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Ваши вопросы? Нет вопросов? Ну что ж, отключается команда SkyBank, в которой жюри проставляет оценки от 1 до 10. Готовится команда 2DHD, а к ноутбуку приглашается команда...